30 апреля в IT-парке имени Башира Ромеева прошел второй музыкальный фестиваль «Станция Мир». Это площадка поддержки начинающих музыкантов, масштабный перформанс для зрителей и сообщества единомышленников. Площадка IT-парка имени Башира Ромеева выбрана не случайно. Именно здесь, по словам организаторов, есть все необходимое техническое оснащение для проведения такого масштабного фестиваля. В основе идеи лежала история орбитальной станции «Мир», в которой вплетено творчество каждого из исполнителей. Мероприятие представляло собой образ четырех стихий – огонь, вода, воздух и земля. Мир, любовь и космос. Я скажу как пиарщик. Потому что это наш слоган, и мы его выбрали не просто так. Мы в это верим. И мы не про то, что против чего-то. Мы именно хотим дарить людям эти три слова. А космос – тоже дарить. Потому что я думаю, что люди испытывают эмоции, которые похожи на что-то космическое. Мы работаем с сентября примерно активно над проектом. С прошлого года мы небольшую паузу брали и продолжали уже двигаться. И, наверное, только с нового года мы начали уже репетировать, начали собирать техрайдеры, начали собирать свет, звук. Вот это все как-то выстраивать. И, собственно, видео тоже с тех пор примерно работает. Всего на фестиваль было приглашено 13 артистов из разных регионов России. Среди них – Дышать, Каспий, Юхим и многие другие. Для каждого номера создавалось индивидуальное оформление. Визуальный внутренний мир и посыл артистов помогли прочувствовать настроение произведения. Для отражения режиссерской концепции использовалась 3D и 2D графика – генеративная графика, саунд дизайн и сценография. Все номера связаны, они метафорично раскрыли историю станции «Мир», которая путешествовала по бескрайним просторам космоса и открывала новые миры наших артистов. Отличительной чертой музыкального фестиваля является то, что именно здесь молодые и талантливые исполнители могут попробовать себя на большой сцене, познакомиться с большим количеством творческих людей, показать себя и, конечно, найти своих слушателей. У нас было уже полу артистов и все отслушивали. Порядок не скажу, что-то вроде нескольких сотен артистов с песнями, с релизами. И шли споры разного рода, кого взять, кого не взять, кто сильный, а кто не сильный. И самое сложное, наверное, вшить их в концепцию, потому что 4 блока, 4 стихи, кто к чему относится и как нам это шоу сделать цельным более-менее в плане дополнения. Во втором сезоне на фестивале выступили артисты не только из Татарстана, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Саратова. Как отмечают зрители, в этом году станция Мир вновь поразила необычной красотой графики и живым исполнением современных музыкантов. Я удивился, что есть новые такие исполнители с крутыми песнями. Мне очень понравилось. Я вот подпишусь на некоторых исполнителей, мне прямо зашло. Вот Мефлис, или как я сейчас могу ошибаться, название певца группы выговорить, но там какая-то глубина есть. Мне понравилась его еще мысль, которую он говорил, откуда он энергии черпает для своих песен. А другой — это ритм, такой задор и, не знаю, в общем, как-то сам ипотажный человек такой. Фестиваль станции Мир уверенно совместил в себе разножанровых исполнителей. Здесь слушатели познакомились с экспериментальным хип-хопом на татарском языке, который переплетает с элементами инди-попа, восточной этники и африканскими битами. Музыкант из Санкт-Петербурга перенес зрителей в атмосферу шаманских обрядов, а Беку показала, как гармонично совместить этнические мотивы и поп-музыку. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, арт-резиденции «Реактор» и приложения для артиста в студию от Hi-Fi стриминга звук. Отметим, что партнером фестиваля также является телеканал «Универ ТВ». В скором времени вас ждет полная версия интервью с исполнителями на нашем телеканале. Не пропустите! Яна Яковлева, Аделина Абдрахманова, Универ Новости.